как не пропустить самые первые признаки депрессии как вообще развивается клиника это достаточно сложно действительно дело в том что под понятием депрессии скрывается как бы несколько расстройств и некоторые из этих расстройств протекает вообще без внешних проявлений нарушения настроения хотя мы знаем что это главный стержневой синдром изменение патологическое настроение на длительное время но такие как мы говорим лавированная депрессия или скрытая депрессия маскированная депрессия она проявляется в другом направить в том что начинает страдать функции внутренних органов причем без каких-то проявлений нарушений функции в виде обследования то есть кардиограмма флюорографии другие обследования не дают никаких признаков заболевания а человек болеет и причем страдает при этом есть другие проявления это то что называем тоскливая депрессия тоскливая депрессия когда человек испытывает ощущение виталий тоски ему плохо в области сердца и гипогастрия вращает мучительное стояние которую трудно передать словами есть тревожная депрессия может проявлять как айсберг то есть некоторые симптомы вот проявляется если появится тревога многие говорят раздражительный чуть ископыльчивый такой вот эти вот как раз люди становятся трудопереносимы в быту потому что в это время не бывает приступы дисфории без причины раздражения придирчивости скандальности это люди которые находятся в общем-то в этом состоянии постоянной депрессии и все раздражает все им не нравится а может быть наоборот апатия быть правильно человек может вообще забыть о существовании друзей родственников перестать ходить на работу следить за собой то есть это тоже как одно из проявлений депрессия вот это вот есть апатическая депрессия так она выделяется апатическая поэтому разные маски но в целом называется депрессия поэтому родственники замечать что-то не толще каком что-то происходит и достаточно большое время какие-то изменения нам какие-то непонятные про и травмы не было вроде бы инфекции не было ну гоночет перес гриб и понятно что после любой болезни инфекционной наступает остыни и вялость снижение настроения активности но по мере восстановительной терапии витамины прочих восстанавливается здесь вот это тоскливая депрессия ничего не радует ничего не интересует и человек впадает в это все глубже и глубже еще глубже и глубже и глубже и она длится неделями месяцами а если например случилось так что вот был спокойный миролюбивый человек и тут в один прекрасный момент он превращается настоящего тирана и агрессора это может говорить о том что у человека тоже депрессия не обязательно том-то дело что изменение внешне в поведении это может быть проявлением каких-то переживаний человек то есть идет фрустрации потому что-то планировал у него не выходит на что-то настраивался а это где-то вот у него не сложилось вот это состояние на приводит тому что мы надо слышим на работе конфликт а он там на работе не можно он приходит домой и дома все это на жене на детях вот это не депрессия это просто мы говорим у человека вот отсутствие внутренней гармонии стресса ситуация есть но это не депрессия это выход мы говорим это реакция но реакция реакция вот именно на тех на кого он может отыграться на матери на жене на детях а там начали к но не имеют права это не депрессия это просто игру проявление может быть ну отсутствие культуры поэтому существует спорт существует болельщики то есть где человек может эту негативную энергию выплеснуть вот пойти поиграть самому или хотя бы по покричать на трибунах или как мы в шутку помним говорили что кабинета психологической разгрузки в японии на предприятиях где комната и стоит резиновый муляш его шефа и он его там лупит там бьет ногами руками потом приходит энергию сбросил мы говорим с улыбкой об этом но в принципе рыбки плавают что-то еще или сброс никотина энергии так вот рыбалка похода рыбалка не всегда люди любят рыбу не всегда это уход от депрессии или проявление депрессии то есть когда в депрессии ему хочется уйти побыть одному да вот он ушел на рыбалку и там сидит себе поплавок там клюет не клюет но это уход от того что кто-то от него что-то требует и он ушел замкнулся это проявление или как бы попытка решить депрессии тоже расслабиться отдохнуть вы говорили о том что раздражительность является одним из симптомов депрессии но в повседневной жизни многие из нас раздражаются гневятся когда можно говорить о том что гнев и раздражительность это именно симптоматика депрессии они вот кого-то минутное проявление настроения нашего плохого закон джунгли выживает сильный к сожалению существует только в джунгли бразилии но иногда в нашем обществе когда у кого-то сильный локти или сильные кулаки или допустим сильный голос человек может на кого-то наехать надавить к сожалению они за счет этого утверждаются там где могут утвердиться но это признак хамство это признак распущенности без культуре это признак в общем-то вот негативный такой признак а когда мы говорим о депрессии то обязательно сочетание нескольких симптомов то есть синдром депрессии это обязательно сочетание несколько признаков не только раздражительность раздражительность следствие чего-то она не является главным признаком раздражается человек когда когда его не понимает вот ему плохо они хохочут и вот действительно раздражает представьте ему так на душе тяжело в состоянии депрессии а эти человеке подшучивает и конечно его ответ может быть реакция защитная как правило это негативная защитная реакция от усталости от слабости от беспомощности вот такое вот бывает немногие знают что помимо психоневрологических проявлений депрессии есть и ее физические какие-то симптомы например боль в сердце тахикардия при депрессии страдает центральный механизм регуляции вегетативной нервной системы вегетативная нервная система называется еще автономная имеет 2 как бы две части симпатическую парасимпатическую она управляет нашими внутренними органами и иногда шутку спрашивают своих пациентов какими своими органами своими частями вы можете управлять с учетом своей воли вот можете себе приказать сделать этот этот многие даже взрослых людей это является темноте вопросом на засыпку будет как чем я не знаю всем я говорю нет в сердце вы можете управлять вы можете сделать так что у вас давление повысилась понизилась он понимает что нет печень почка внутренними органами мы не управляем и только ощущаем какие-то сигналы позывы но сердцем не управляем так вот вегетативная нервная система она работает сама по себе в норме мы этим не управляем идет саморегуляция когда мы спокойны работаем в режиме щадящим ночью вообще отдыхаем восстанавливаясь при активности это все мобилизуется причем мобилизуется все сразу активность внимание энергии физическая активность сердце дыхание становится идет взаимосвязь а тут происходит разрегулированность и происходит то что вроде бы как бы а сердце колоется давление падает я не могу понять почему отсюда тревога и страх отсюда страдает многие органы но наиболее чувствительное это сердечно-сосудистое потому что есть только понятие витальный страх смерти сильный мужчина вдруг укололось сердце и что мы видим у него на лице вражение страха просто от природы боль колющие в сердце и жмем это угроза инфаркта человек сразу даже сильные волевые какой надо бросить курить то есть все я бросаю курить и в глазах у него страх нормальный это нормальный страх это нормально если он придумал ерунда мы говорим это патологически неправильная беспечность это неправильная беспечность норме он должен напугаться сигналы так вот при такой витальной депрессии или маскированной депрессии вот эти ощущения дистонии нарушение внутренней координации работы внутренних органов вызывают у человека ненужный необоснованный страх хотя ему проверять кардиограмму делать узи сердца все нормально а сердце как бы работает разрегулировать все нормально а сердце как бы работает не внезапно